Всем привет, в этом видео я покажу как создать эффект песчаной бури и снегопада. Также вы можете скачать уже готовые эти эффекты у меня на патреоне, ссылка будет в описании. Для этих спецэффектов мне понадобится три текстуры. Текстура дождя, снега и анимация дыма. И сейчас я буду создавать текстуру снега. Я просто беру кисть размером 16 пикселей, размер холста у меня 1024 на 1024 пикселя. И просто рисую кругом вот такие неровные точки. Желательно это делать все кругом, а не квадратом, потому что если квадратом, это сильно будет бросаться в глаза. И примерно на таком вот расстоянии расставляем точки. Это делается для того, чтобы облегчить нагрузку на игру. Вместо нескольких частиц будет одна частица с вот такой вот текстурой. Так, все, дальше я создаю текстуру для дождя. Нужно выбрать размер кисти поменьше, допустим, 5 пикселей. И вот в такой линии, в таком порядке рисовать несколько точек. Можно даже тоже неровных. Все, теперь это нужно растянуть, этот слой. Так, и делаем разметие в движении. Все, и переворачиваем этот слой. И эту текстуру я буду использовать как текстуру дождя. Анимацию дыма я советую скачать в интернете. По запросу «Смог текстур щит» или как-то по-другому можно загулить. Я выбрал вот эту вот картинку. Я уже создал материалы. Для дождя и снега я выбрал аддитивный материал, цвет и прозрачность не менял. Для текстуры дыма я выбрал «Альфа-бленд шейдер» и выкрутил цвет и прозрачность на максимум. А еще я взял вот такую текстуру дыма со стандартных ассетов и выкрутил цвет на максимум. Сейчас я буду создавать эффект снегопада. Создам я его над игроком. Переменую на снег. Так. И высоту сделаю где-то 20. Вместо стандартной скорости я использую скорость по времени. Так. Теперь выберу материал снега. Максимальный размер частиц нужно поставить на 10. Я позже объясню почему. Так. Чтобы снег маленький, нужно увеличить размер. Тоже будет где-то между 3 и 6. Нормально. И форму нужно поменять на бокс. Длину и ширину будет 50, а высоту где-то 2 для разнообразия. И количество частиц нужно увеличить. Так. В принципе нормально. И я уже подготовил цвет заранее. Сейчас я просто его выберу. Будет между серым и между синим. Вот как-то так. Получился красивый снег. Максимальный размер частицы поставил на 10. Для того, чтобы если вблизи смотреть на снег, он не разлетался. Если поставить допустим на 1, видите, он разлетается снег по углам. Когда приближаются к камере. А если на 0,5, так он вообще еще сдалека разлетается. Поэтому я ставлю на 10. Теперь нужно добавить дым. Переименую. И выберу текстуру дыма. Тоже поставлю максимальный размер на 10. Так, высоту подниму на 15. Так, у нас тут изображение 6 на 5 картинок. Поэтому в системе частиц я ставлю текстурщик дыма тоже 6 на 5. 6 на 5. И начальный кадр будет между 0 и 25. Тут тоже скорость не нужна. Я ее отключаю. И форма будет тоже бокс. Допустим, 70, 70, а высоту 10. Оно до пола достает. Да, достает. Отлично. Так. Угол наклона тоже поменяю. И размер. Размер где-то будет аж... Где-то 50... Между 50 и 40. Ого. Поменяю цвет. Так, вот будет где-то вот такой прозрачный. И сейчас он сильно резко появляется и исчезает. Так. Поэтому нужно сделать цвет со временем, чтобы он начинался с прозрачного, а дальше становился светлым. И нужно, чтобы он так же плавно затухал. Вот. А ну? Теперь дым не мерцает. Думаю, что надо еще увеличить количество частиц, потому что дым не сильно густой. Думаю, что еще можно поменять время жизни частиц. И теперь эффект уже готов. Сохраню где-то спецэффект как префаб. А со сцены этот эффект удалю. Теперь я буду создавать эффект песчаной бури. Так. Ой. Систему частиц создам тоже на месте игрока. Переименую на Dust. DustStorm. Высоту где-то уже 30 поставлю повыше. Потому что это на такой высоте будут облака. Скорость тоже не нужна. В Render Material выберу вот этот стандартный материал дыма. Максимальный размер 10. И не билборд, а будет горизонтальный. Билборд. Так. Все. Теперь можно изменить форму и размер. Размер тоже будет бокс. Это 60 на 60. Хотя можно и 70 на 70. Сделать побольше. И в результате будет где-то 0,5. Так. Количество частиц. Пусть будет. Время. 2. Каждые 2 секунды будет появляться одна частица. И по времени будет где-то 0,4. А еще добавлю число, допустим, трочку. Чтобы время было немножко случайное. Так. И размер поменяю. Ну-ка 50. Даже можно размер 100 поставить. Ага. Даже больше. Вот как-то так. И время жизни надо уменьшить. Так. Где-то между 1 и 0,25. То есть они должны мигать. Это будет как, типа, разряды молнии в облаках. Так. И цвет. Будет. Сразу. Прозрачный. И тоже в конце прозрачный. Вот все. С земли будет казаться, что это как будто грозовые облака. И цвет, наверное, поменяю. Так. Будет вот такой вот коричневый. Это же песчаный. Песчаный буря. Так. Ирфический. И ворд. Все, в принципе. Так. Теперь я буду создавать дочь. Создаю новую систему частиц. Перемелодию. И поставлю, наверное... Хотя даже не буду менять высоту. Высота нормальная. Скорость уберу. Вместо скорости будет скорость по времени. Ну-ка. 10. А, минус 10. Что-то медленно он падает. Наверное, сделаю даже быстрее в 2 раза. Минус 20. И для разнообразия между двух значений. Вот как-то так. Так, выберу материал дождя. Так. Вот, собственно, материал. Наш размер маленький. У меня размер. Ну-ка. Как-то так. И выберу не билборд, а стретчат билборд. Что он падал к низу. Так. Все нормально. Максимальный размер. Тут же где-то поставлю 10. И нужно сменить тоже форму. Форма будет тоже коробки. Допустим, 60. Даже нет. 50 на 50. И высоту 2. И, наверное, увеличу количество частиц. Ого. 500 это будет уже много. Ставлю количество частиц 100. И время жизни где-то 4. А, ну-ка. Ага, 4 это много. 1. Так, 1 это мало. Ну-ка. .5. Вот. Вот это нормально. И нужно поменять цвет за время жизни. Так. А, вот сразу выберу. И поменяю тут цвет. Ну, так как-то. И, наверное, тут уберу прозрачность. Хотя, не. Прозрачность выкручу на максимум. Вот. И получился красивый дождик. И, чтобы песчаная буря выглядела красиво, конечно же, нужно добавить дым. Дым я сейчас уже создавал раньше в эффекте снега. И сейчас я просто скопирую его. Так, цвет тоже сменю. Допустим, вот такой коричневый. Даже между двух цветов сделаю. Вот. Осталось увеличить количество частиц. И эффект готов. И вот так эти эффекты выглядят на полном экране. Само собой, что эти эффекты будут нагружать игру. Поэтому их нужно делать по кругу игрока. С меньшим количеством частиц. И с меньшим размером. И с меньшим количеством. И с нимblind. И с Spider-Man Home. quirky.